Приветствую вас, аноним. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос о том, что парень решил расстаться, потому что автор вопроса наплевала на отношения. Вместе 8 лет к нему. Вместе жили только на выходные. К нему у меня тоже были претензии насчёт недостатка внимания, когда не видимся. Я не чувствовал в полной мере, что любит, но понимал, из-за чего он это не показывает. Проблема больше во мне, я несколько лет потратил на попытки найти себя. В плане работы это не пронесло результатов. Я почти не работал, всё время переучивался на одну, то на вторую профессию. Это меня расслабило. Сидение дома я стал регрессировать, в то время как мне стоило приложить усилия, чтобы быть вместе, купить квартиру. И стоило бы хоть где-то работать. Я же видел, что не выходит, нужно было забрать и идти куда-то. Это оставило у него обиду, отпечаток, на что я наплевала на отношения. Я согласна с этим. Я попала в яму, с которой не могла выбраться, но не он, я сама себя не стимулировала к действию. У меня ещё проблемы с здоровьем, которые вначале пыталась решить, но потом сдалась. Много чего привело к апатии. Много на что не обращала внимания. Но чувство к нему есть, заботу проявляла, но в глобальном масштабе помочь, чтобы жить вместе, нет. Я несколько лет была в яме, с которой не могла выбраться и сама себя туда отправила. Вначале он пытался помочь, потом забил. На это последние пару месяцев я начала чувствовать, что могу его потерять. Приняла решение искать работу, уже не принялась на компанию. Поняла, что пока это не произойдёт, устроиться где смогу. Начала делать ещё некоторые пункты, чтобы стать лучше. Проблема в том, что он не смог это оценить. Слишком много бездействия было с моей стороны, что эти мои шаги он просто не почувствовал. Я поняла, что меня стимулирует нюанс получить, а страх потерять. Причина расставания я заложила фундамент того, что мне наплевает на отношения. И даже если я стану лучше, я начала это делать, у него останется этот осадок. И он этим боится испортить мне жизнь. И он ждал, что я скажу что-то, что поможет ему изменить эти мысли. Но я не нашла ответ. Что можно подсказать, чтобы избавиться от этого фундамента, который я заложил, что мне всё равно, который может быть с ним всю жизнь. Думала приехать поговорить спустя неделю, но нужны эти слова. Сердцем он хочет что-то сделать, но ум говорить не выйдет. Мне кажется, что здесь есть несколько основных моментов, которые являются проблематикой. Такие вот моменты, если можно так сказать. Ну, моменты глобальные, да, глобального плана. Первый момент, это то, что у вас обоих, как мне кажется, слишком много есть ожиданий друг от друга. То есть, как-то вот вы чего-то ожидали на постоянной основе от него. Он чего-то ожидал от вас на постоянной основе. То есть, мне кажется, что проблема заключается именно в том, что у вас очень много ожиданий друг от друга. А реальные возможности, которые вот, ну, по факту есть, да, эти возможности вы как будто бы игнорировали. Вот. Так это выглядит, по крайней мере, для меня. То есть, вы от своего парня себя ждали чего-то, а он ждал оплату чего-чего-то. Вот. Вот. Этого не случилось, ну, потому что вы изначально находились в таком потерянном, я бы сказал, состоянии. И я не очень в данном случае понимаю, как можно от вас ждать каких-то изменений. Вот. То есть, ну, человек либо принимает вас, вот, такой, какой, какой вы есть, либо нет. Эээ, дальше. Эээ, вы говорите о том, что вы боитесь его потерять, это большая проблема. И, на мой взгляд, в первую очередь, она, эта проблема связана с тем, что вы очень сильно себя обесцениваете, как мне кажется, как мне видится, вот, вы очень сильно себя обесцениваете, если вы очень сильно себя, ну, так скажем, гнобите, да? Вот, и ваша история, по большому счету, как мне кажется, как мне видится, это история про самобичевание, это история про чувство вины, что, в свою очередь, на мой взгляд, стало возможно, благодаря, помочь, что для вас отношения стали, ну, чересчур важными, что ли, чересчур значимыми, что ли. На мой взгляд, это не лучший момент для Павла ШПБ. В принципе, находиться в отношениях, а вообще, это деструктивная история. Вы берете на себя, как мне кажется, слишком много ответственности, в том числе, в том числе, да, вот, молодого человека, вот, как, ну, по крайней мере, как мне кажется, выберете, вот, слишком много ответственности. Ну, за него, и в результате как раз возникает такая история, что вы считаете, что как-то вот из-за вас одно отношения в общем и целом разручились, хотя отношения строят два человека, вот, и как бы, ну, есть ощущение такое, что только вы, вот, а молодой человек, он хоть, да, и делает, ну, вот, делает что-то, делает, может быть, много, но он такое ощущение, что сейчас уже вами пытается манипулировать, что, конечно же, что, конечно же, совершенно неоприемлемо, вот, вот. То есть я бы хотел выделить вот это. Страх потерять, вот, так же страх потерять, который у вас имеется. На мой взгляд требует своей корректировки, потому что без этого вы не сможете находиться в отношениях, ну, корректно, так скажем, вот, и вам, соответственно, нужна помощь в работе с самооценкой, да, и все-таки с поиском себя, вот. Потому что, ну, если вы, вот, обратите внимание, то, в общем-то, глобально проблему вы не исправили, вы просто сейчас действуете, как бы, вот, из того, что можете своего молодого человека потерять. И это, в принципе, то, что вами движет на самом деле, вот. Ну, мотив так себе, честно говоря. Вот, мотив, мягко говоря, не очень хороший. Вот, почему? Потому что... Вы здесь пытаетесь решить свою проблему, вот, но не... Нацелены, скажем так, на мужчину, собственно говоря. Потому что они нацелены на себя. Вот. Поэтому я бы, сначала, научился бы чувствовать саму себя. И уже... Попроб... Когда... Я бы научился себя чувствовать. Я бы уже, тогда, думал о том, что я могу дать человеку, да. И я бы уже думал о том, какие отношения я... Ну, могу выстраивать. С человеком. Вот. Сейчас... Сейчас, к сожалению, это выглядит очень, очень... Обесценивающе по отношению к себе, что вы говорите, какие слова подобрать, чтобы убрать этот фундамент. Да. То есть, тут не слова нужно подбирать. Тут нужно... Ну, с собой работать. Вам. Вот. И, да... Эм... Признать, что... Может быть... Отношения с парнем у вас завершились. Может быть. Но это не означает, что вам не нужно ничего делать дальше. Ваша жизнь продолжается. А вы обратите внимание, как делаете его центром своей вселенной. Вот. При этом себя вы так и не нашли. Вероятно. И с кем же будет тогда ваш парень? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Все. Субтитры сделал DimaTorzok